Здравствуйте! Телекомпания «Город» представляет информационный обзор о рязанской жизни. Главная тема сегодняшнего выпуска в кратком изложении. К ответу рязанский мэр отчитался перед депутатами городской думы. Никого не забыть, в Рязани начались мероприятия в преддверии Дня Победы. Под белка наряжается плитку для омощения главной пешеходной зоны Рязани. Выбрали, осталось уложить. А теперь обо всем подробнее. В интернете появилось полминуты видео с места вчерашнего автопроисшествия под Новомичуринском. Полиции сообщают, что авария случилась из-за выезда легковой Мазды на встречную полосу. Встречная потому и встречная, что могут встретить. Так и вышло. Мазда, за рулем которой была женщина, ударила пассажирский соболь. В жизни автоледи это была последняя авария. 44-летняя жительница Рязанской области погибла. 58-летний водитель автобуса и 8 пассажиров получили травмы различной степени тяжести. А в Рязани дорожные полицейские провели очередной рейд. На этот раз в зоне особого внимания оказались городские мотогонщики. За ходом рейда наблюдала Оксана Тебенихина. Сезон двухколесного транспорта официально открыт. И сотрудники ГИБДД вышли на тропу войны с нарушителями-мотоциклистами. Только в этом году, за эти теплые дни, которые были на территории региона, совершено 13 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мототранспорта, в которых один человек погиб и 19 человек получили ранения различной степени. Из этих 19, 5 несовершеннолетних. В этом году, за теплое время, на территории региона было выявлено 242 фактов нарушения правил дорожного движения со стороны водителей мототранспорта. Из них 25 человек были задержаны в нетрезвом состоянии. Самое главное, по словам дорожных полицейских, чтобы на голове был шлем, в самой голове здравомыслие, а в кармане все необходимые документы. Того же мнения придерживаются и опытные байкеры. Мы стараемся прививать культуру вождения своим братьям. Стараемся не нарушать правила, чтобы ехали все в расчете с документами и так далее. За рулем ни грамма спиртного. Мы стараемся своим прививать. Наиболее безответственно на дорогах себя ведут незрелые скутеристы. Здесь с нами согласятся все, без исключения водители и пешеходы. На данный вид транспортных средств введена отдельная категория М. Только обучать по ней в автошколах пока не начали. Посему у сотрудников ГИБДД будет большая просьба ко всем водителям-скутеристам. Хочется отметить, что в настоящее время на территории нашего региона проходит операция «Ребенок-нарушитель». Основные цели и задачи – это привлечь внимание общественности к проблеме нарушения требований безопасности со стороны детей. Детей до 16 лет. Теплый период только начался, а водители и лихачи уже несут потери. Будьте внимательны, аккуратны и уважайте друг друга на дороге. Это и есть залог безопасного и спокойного сосуществования. Сегодня в Рязанской городской думе на общем заседании перед парламентариями отчитывался рязанский мэр Виталий Артемов, передает Глеб Галушкин. Виталий Артемов начал свой доклад с экономического положения Рязани и перспектив развития. По его словам, в областном центре создаются необходимые условия для создания новых промышленных предприятий. Не остается без внимания и малый бизнес. Ведь в этой сфере трудится около 40% горожан. Надо отметить, что средняя зарплата в Рязани выросла на 15% и превысила 27 тысяч рублей. Приоритетным направлением остается и повышение эффективности жилищной и градостроительной политики. За прошлый год введено более 350 тысяч квадратных метров жилья. Причем, как отметил Виталий Артемов, упор делается на качество строительства. Сейчас городские микрорайоны застраиваются с учетом потребностей населения. В этом году будет открыто несколько новых детсадов. В 2013 году для маленьких резиденций в городе было построено два новых детских садов в микрорайоне Гольной и Глеб Галушкин. В мае этого года 440 детей пойдут в новый руд. Также почти струняют без восстановления. В детский сад был построен на улице Зубковой на 268 мест. Виталий Артемов подчеркнул, что большой проблемой является нехватка персонала в детских дошкольных учреждениях. Люди, которые работают и придут работать в детские сады, должны получать достойный заработок. Также в нынешнем году намечены масштабные планы по благоустройству города и приведению в порядок парков и скверов. На 2014 год разработан проект первого этапа благоустройства Центрального парка Рюминской Рожи с выносом и ремонтом коммуникации. Запланировано благоустройство зеленой зоны на улице Советской Армии и сквера на почту 50 лет октября. Приступили к благоустройству сквера на обеденке, но эти работы не на один год. Для контроля за управляющими компаниями в Рязани создано управление по работе с населением. Очень сложной также остается и транспортная проблема. В неудовлетворительном состоянии в городе Рязани на сегодняшний день остается еще 68% городских дорог. Поэтому главная задача увеличить объемы дорожного фонда. В 2013 году объем дорожного фонда составил 539 миллионов рублей, из которых 293 миллионов рублей поступило в виде субсидий из областного бюджета, а 246 за счет городских целей программ. Это позволило не только удовлетворить, но и заряжать городские дороги, но и капитально отремонтировать от 4,5 километров дороги. В конце своего доклада Виталий Артемов сообщил, что несмотря на то, что нынешний городской бюджет остается дефицитным, этот дефицит небольшой. С другой стороны, в 2013 году администрации Рязани реализован первый этап перехода на программный бюджет, который сформирован с учетом выполнения плана стратегического развития Рязани до 2020 года. Еще о городских проектах. Недавно мы рассказывали о работах на улице Почтовой, в нашей многострадальной пешеходной зоне, которую долгое время никак невозможно было сделать истинно пешеходной. То машины в наглую залезут, то водители цветочные тумбы растащат, то джип, словно из 90-х, посередине пешеходной зоны раскорячится. Сейчас времена автомобильного беззакония прошли. Городские власти клятвенно заверили, почтовая или, как ее привыкло называть поколение постарше, подбелка будет пешеходной, да и точка. Некоторое время назад рязанцы недоумевали, а что же это за горки разноцветной плитки лежат на почтовой, для чего вся эта выставка? Оказалось, таким образом авторы проекта проводили экспертную оценку с привлечением рязанцев. Какой вариант плитки лучше будет смотреться в пешеходной зоне? Народная экспертиза, так сказать. Выбирали, выбирали и горожане, и мэр Виталий Артемов, и вот мнения сошлись. Теперь начались работы по замене покрытия. Также, по имеющимся данным, вскоре на почтовой появятся симпатичные скамеечки, светильники и прочий антураж, характерный для провинциального российского города. Маленького, но гордого. В Рязани начались мероприятия в преддверии Дня Победы. Сегодня одно из них попало в поле зрения нашей съемочной группы. Дело было в 56-й школе Рязани и стало действительно трогательным праздником, как водится, со слезами на глазах. В школе номер 56 среди учеников проходят открытые уроки, посвященные скорому празднованию Дня Победы. Мы побывали на занятиях 9-го Б-класса. Ребята принесли фотографии своих родных и знакомых участников Великой Отечественной войны, чтобы рассказать историю одного человека, на долю которого выпало жить в те страшные времена. Это Фадеева Татьяна Александровна. Это наш ветеран. Она живет в доме, а это моя соседка. Она очень важна для меня, потому что она также относится к Великой Отечественной. Я очень горд за нее, потому что я познакомился с ней и живу с ней в одном доме. Это моя бабушка. Я все детство провела рядом с ней. Я очень хорошо ее знаю, но она никогда не рассказывала мне о войне. И когда она умерла, рассказал мой отец. Она была тружицей тыла, и когда началась война, ей было всего 10 лет. И я даже не могу представить, каково маленькому ребенку в такое ужасное время. Это мой прапрадед Харюкин Сергей Кузьмич, летчик. Я очень горжусь им. Он прошел всю войну. У него было много медалей. Я, конечно, не знал его, он умер еще в 1970 году, еще до моего рождения. Но я очень горжусь, что у меня есть такой отважный родственник. Для самих ребят эти занятия очень важны и крайне полезны. Они искренне гордятся своими родными и близкими. Как стало известно, в этом году в Параде Победы примут участие те, кто зарегистрирует фото своих родных ветеранов. И ученики школы 56 с удовольствием пронесут в торжественном шествии черно-белые, дорогие сердцу и памяти фотографии. Кстати, на такие классные часы традиционно приходят и сами ветераны. Тяжело эти дни вспоминать, сами понимаете. И она внесла много наших милых, дорогих, родных и близких погибших. И я поздравляю учителей вашего класса и школы за то, ребята, за то, что они вам дают, чтобы вы хоть что-то запомнили, сраются всякие мероприятия проводить. 9 мая они будут в одних рядах. И те, кто выжил, и те, кто закрыл с собой Победу, еще не зная, когда она придет. И каждый павший для нас – это легенда, образец того, как надо любить Родину и народ. Любить страну даже ту, которую никогда больше не увидеть. Из официальных новостей в связи со скорым Днем Победы надо отметить губернаторское поручение по организации поддержки ветеранов Великой Отечественной войны. Адресованы слова главы региона всему рязанскому начальству. Задача – дойти заботой до каждого ветерана, независимо от того, где живет герой. Я дал поручение министрам, дал поручение главам муниципальных образований с тем, чтобы ни один ветеран не остался без внимания. Я обращаюсь к руководителям предприятий, организаций, учреждений, к трудовым коллективам, к предпринимателям, к общественным организациям. Просто лично, индивидуально где-то посетить ветеранов, поговорить с ними, оказать какую-то помощь, при необходимости финансовую помощь. Любые виды поддержки приветствуются. С этой недели в России начался досрочный этап единого госэкзамена. Нас это дело тоже зацепило. В этот понедельник школьники сдавали русский. Со времен начала введения ЕГЭ, это трои букви, и прочно ассоциируется со словом «скандал». Вот и сейчас не обошлось без оного родимого. Российская газета сообщила, что в Рязани экзамен прошел с нарушениями. Преподаватели, дескать, сдвинули одиночные компьютеры, усадили всех школьников, коих числом 7, редком лотком. Нарушения это или нет? И что думает по этому поводу рязанское образовательное начальство в сегодняшнем экспресс-интервью? Ольга Сергеевна, начались первые досрочные экзамены. Какое количество человек приняли в них участие и каковы результаты? Ну, хотелось бы отметить, что в этом году на сдаче единого государственного экзамена в досрочный период заявлено 9 человек. Это, прежде всего, спортсмены, отъезжающие на всероссийские и международные соревнования в основной период проведения единого государственного экзамена. Но в настоящее время прошло два дня экзамена. У нас были экзамены по русскому языку 21 апреля. И сегодня, 24 апреля, прошли экзамены по химии, английскому языку и истории. В средствах массовой информации появилась какая-то информация о том, что что-то все-таки было не так, что-то не учли? Нужно отметить, что действительно было замечание к Рязанской области из ситуационного центра Рособорнадзора по рассадке участников единого государственного экзамена на русском языке. Но сразу же хотелось бы отметить, что в государственной экзаменационной комиссии проведено рассмотрение данного факта, нарушений порядка проведения экзамена не установлено, но данное замечание учтено и в дальнейшем. Будет обеспечено расположение столов участников единого государственного экзамена на большем расстоянии. На сегодня все. Ждем скорого эфира программы подробностей. Уже сложилась традиция, по которой после заседания городского парламента в нашей студии. Мы ждем главу муниципалитета Андрея Кашаева. Еще ни разу эти ожидания не были обмануты. Вот и сегодня, и прямо сейчас продолжит наш эфир интервью с председателем Рязанской гордумы. Ну а мы с вами расстаемся до пятницы. Увидимся, как всегда, в эфире программы «Время говорить» и подведем итоги уходящей недели. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова